Подрубай, если тебе это надо. Да, так Сань, ты же это второй комментатор. Нет, я буду просто смотреть. Ладно, ну ты что-то там говори, чтобы я здесь что-то не замечу. Так, нажимаем смотреть. Что ж, и сегодня у нас это продолжение великого казахского турнира. Мы наблюдаем за командой БТС. Ты уже наблюдаешь за ней? Ну я не знаю, учитывая то, что сейчас задержка, и наверное сейчас стадия пика только началась, а я нажал, то наверное нужно подождать минут 5 сейчас. Будем смотреть на мой чудеснейший, будем смотреть на чудеснейший арт этого, думаю. Я на квадратик смотрю. А, еще не то что ли у тебя стыдно? Не, ну, у меня нет арта, у меня на квадратик. А, да, ты в доте, ты зашел туда? Ты зашел туда? А, ну хорошо. Ты тоже спекаешь, да? Да, да, вот все, ири, я вижу. Так, надо стрим посмотреть, думаю. Так, все вроде нормально в стриме. А, собственно, нормально должно быть. Комментатора можно выбрать. Да, и в прошлый раз можно было просто там... Вот я топчик был. В этот... А, они не позвали меня, как версут, узнаешь, на этот... На имп не позвали комментировать. Вот так же, многое потеряли. А, они вообще не заводбочные? Ну да, он же типа ГБ на хейте. Ну и организация его никогда не подписала. То есть его хотели Старлатер подписать, но он не хочет, потому что... То есть... В чем прикол Старлатера, то что он должен стримить от от Старлатера в нужное время. То есть он, допустим, не может свои стримы стримить. Все, версута, больше не комментировать. Живет там на донатах. С подписчиком. Угу. Так, там на стриме нормально все со звуком. Я за звук переживаю особенно. Позвали меня, как версут, узнаешь. Да, нормально все там. Так. Почему ты скоро опять не забанили? Баня Террики Баланара не хотят каких-то противных таких ром-саппортов, которые могут прийти в мид. Или очень сильно помешать хардлейнеру. Врагиши баня Томника. Видимо, либо просто для них это очень неприятный пик, либо они почекали прошлые игры. Мне реально кажется, знаешь, они почекали прошлые игры, потому что у этих, ну, БТСов, да, у них, короче, почти все, во всех пиках были, ну, Слардары, там, Омники очень часто. Особенно это видно на, там, на Батлкапе, потому что Батлкап же никак не скрытие. Наверное, посмотрели пики, увидели Слардара, Омника в двух играх. Ну, блин, потому что здесь нет Никиты. Мы смотрим не за Никитой, блин, вот это, пико. А, это у них еще несколько, это какой-то, типа, турнир. Ну да, Никита в другой команде. Никита, поясняю для тех, кто смотрит записи, это такой проигрок по Осу, короче. Его никнейм Ноу Мерси в Осу. В доте сейчас Фенг Шэн, да. Вот он. Даже открою для наглядности его профайл. Видите его гибкость. Все потому, что больше не нужно объяснять, я надеюсь. А вот против какой команды они сейчас играют? Они играют против каких-то ноунеймов. Я, если честно, не знаю. Я слежу всего второй день за... Точнее, как... Второй день относительно турнира. То есть для меня это второй раз. Комментирование. Скотта болеет. Команда справедлива. Ну, я болел до того, как они проиграли там одну катку. Хотя, нет, стоп, они... Они же, да, они же против БТСов просто катали. Ну, не знаю. Хускар Дазл. Напрашивается пик такого героя, как аппарат, но вряд ли его поставят в бит, так как уже есть два саппорта, а Винга, как мы знаем, вряд ли в их команде будет кэри. Скорее всего, Винга будет приходить в мид так как каких-то эншентов. Возможно, возможен пикс Вена, как мне кажется. Потому что бан Вивера. Сейчас опять забанится какой-то герой, который тяжело ловить, всяким Свеном, в мау-трам. Враги же банят аппарата, видимо, они реально думали, что Винга, кэри, я не знаю, ну, типа, блин, банить аппарата в виде двух саппортов. Я даже не знаю, что сейчас забанить БТС. Но опять банят Бристалбека, но Бристалбека, если бы они, если они соберутся, если они захотят взять какого-то, какую-то Урсу, то это же просто булка для Хускара и ой, для для Урса. То есть сам им нужен неплохо смотрится какой-то Сларк, потому что Хускар ничего не делает Сларку, когда Сларк в него вцепляется, Сларк настакивается из заряда, Сларк может убивать Даззла, то есть Шторм или Сларк, нужен какой-то Корр, который будет просто убивать Даззла, чуть ли не до файта. То есть файт начинается с того, что за секунду стерся Даззл. Под такое описание очень подходит Сларк и Шторм. Ну, я ожидаю сейчас пик Хардленера какого-то в виде Кентавра или Клокверка. И потом скорее всего будет какой-то Кэрри, который либо очень быстро месит всех сразу, либо Кэрри, который может убивать того же Даззла, сплитпушить. То есть это Ну, в нынешней Мете довольно неплох Лансер, только его никто не берет. Поэтому я ожидаю Сларк. Нет, нет, да, Урса, вот, как я и говорил. Тогда вопрос, зачем было банить Бристалбека, Ведь Урса как раз-таки тот самый Кэрри, который любит стоять против таких героев, как Урса, Дум. То есть герои, которые не особо быстро убегают и которые... И проблема в которых, потому что по ним не хватает урона. А Урса это как раз-таки тот герой, у которого хватает урона убивать без стилбеков. Что же для Дайер неплохо смотрится еще же такой же герой в виде как Дазл, то есть какой-то герой, который будет роумить и мешать Урсе. Ир Спирит неплох. Кто еще? Дазл, пускам выиграют игру. Стратачество. По примеру новей пойду. Капец от того, что я 60 фпс 3 поставил у меня бэкап горит нахер. Не нафиг 60 фпс. Да не знаю, ну видел зато, я же запись хочу потом типа выложить что было. Так на ютубе... Так а на ютубе не, я же не могу снимать в 30... Ну, стримить в 30 фпс, да, и записывать. Или не, стримить в 30 фпс, а записывать в 60, так не получится. Так а зачем тебе 60 фпс? Ну, чтобы было гладкое и высокое качество. Так никто так не делает. В смысле, все 60 фпс? У кого 30 фпс ролики, типа, покажи мне. Редко годов, что ли? Ну, дайр сделали просто противоположно. Они взяли Угармага, то есть, как обычно саппорты, саппортов берут а-ля вот Варлок Угармаг, вот отличная связка, например, или там Энигма Угармаг, то есть, какой-то герой, который дает свой прокаст, или там та же Винга просто умерла, подсейвила кого-то и дала Ауру минус Армора. Да, тот же Кентавр, про который говорил Урса. БТС играет свою игру, пикают героев, на которых они играют. А Дайр, по-моему, запутались, потому что уже нету какого-то, знаешь, ну, то есть, смотри, смотри, как начинается файт. Допустим, дается стан, влетает Хускар, а что дальше? Ну, нажали, Кентавр улетел. На развороте прыгает Урса, начинает резать. Дали Грейв. А что дальше? Все. То есть, срочно нужно какой-то Ауе, какой-то Магнус, какой-то Дарксир, хоть что-то. Этот Огармаг, я просто не понимаю его смысла, когда есть уже Дазл. Ну, взяли бы тогда Огармага и к нему, я не знаю, это все точечные герои, которые никак не могут друг с другом синергировать, то есть, блин, я... Так, зачем? Да, против Урсы, Кентавра, брать Лину. 10 секунд, осталось. Видимо, ребята пикают героев, на которых тоже умеют просто играть. Для BTS просто нужно взять сейчас какого-то Шторма или Тинкера, и это будет просто легчайшая игра для них. Я... просто не... Да, да, вот видишь, они банят Тайтхантера, потому что нужен какой-то... как-то... Ау... Ау... Е... Ау... Е... Ultimate на Teamfight. ОД баню. Интересно. Какой хардлейнер интересно будет? Ребята? Ну, тот же Магнус. Видишь, ОД очень хорош против Магнуса. Ну, это ясно, что это логичный вывод, но что пикнут они? ОД хорош против Тайтхантера. Против всех их героев ОД хорош. Потому что, смотри, ты прячешь Дазл или Хускар, и все, страта сломана. Просто даешь Астрал по-любому из их героев, и все. Это реально... Я не понимаю их пика, это просто бред. Какие-то рандомные герои. Лансер. И что это? Лансер Middle Лина Support? Или это Offlane Лансер? А, или, возможно, это Соло Соло Сейфлейн Лансер и Телепла в Харду пойдет? Ну, Линни будет очень тяжело в этой игре. Потому что просто на нее вешается Монолик и любой из героев прыгает в нее и она труп. Ей некуда уходить. Будет чудо, если она выформит свой Юл ранний. Ну, нужен саппорт в виде Тинкера. То есть, какой-то герой, который сможет ее вначале ваншотить, как-то кстати, убивает в БТС на миду. Ну, обычно. Игрок под никнеймом Fire, он же Каир Даниял. Как Каир Даниял? Интересно. Ну, я предполагаю пик какого-то Шторма Тинкера. Возможно, Клопы. Ну, Клопа не очень. Инвокер. Но тоже неплохо подстанки по Сигнатуре. Тогда теперь получается, что они играют в одного кора. То есть, они играют через Урсу. Ну, против Кускара не блок. Может, так хорошо, прям посередине стоят, чтобы выделяться. Он тут главу. Все у него. Главное, чтобы команда Дайер не словила какой-то кураж. Потому что, знаешь, вот, типа, у них довольно неплохой пик, чтобы, знаешь, так вот, одного убить, второго, то есть, какой-то сноуболинг мутить. То есть, знаешь, типа, выйти на Урсу, убить ее, команда БТС тянется, и они начнут их по одному убивать. В 5 на 5 файтах я не вижу каких-то шансов у Дайер. Да и уже просто видно, по компендиумам победа, по-моему. Кого лучше вышка, тот и победил. Так, вот, что происходит. Так, наблюдаем. Так, угармак поставил в центре и вард. Ну, это очень очевидный вард, очень. Вот эти два варда, их чаще всего ставят, потому что, типа, они не палевные, потому что в центре вот тут-сюда и ставят. Но мне кажется, что ПТС прочитают этот вард очень быстро. В тот момент, когда Лина начнет бить по хайграунду, то есть, понятно. Насчет триплей, ты... Подожди, ага. Линия как... Да-да-да, я был прав. Сейчас... Мне кажется, огармак будет, знаешь, вот он... Это... Это два... Вообще-то 2-1-2, да? Но мне даже больше кажется, это 1-2-2. То есть, огармак, он будет на мид постаться выходить. То есть, огармак будет пытаться бегать. А по-моему, это килл. Смотри, это ФБ. Хотя... Нет. Не получилось. Стол отобрали. Да. Не знаю. Возможно, если бы был вкачен Мандалик, они... Не, глядный, кармазовый. Достаточно маны лучше убежать. Так, целых перетрированных команды. Это... Вот, кстати, это... Как по мне, это ошибка у Дайр, то, что они поставили в харду своего Хускара. Потому что БТС это прочитали, они поставили туда Кентавра, которому просто плевать. И... Ну, не знаю. Лансеру будет тяжело. Против Урсы, Котла и Винги. Видим, что очень много хила купили. Аж две фласки и восемь танка принесли лансера с Котлом. Ну, вот-вот-вот, мы уже видим, что происходит с лансером. Думаю, логично будет открыть Крепстат, чтобы видеть. Довольно неплохо начинает Лина. Два диная. Уже какой-то перефарм над инвокером. Инвокер 1-0. Инвокеру довольно тяжело стоится. Лучше было бы, если бы какой-то Котл сейчас пришел к инвокеру и помог ему. То есть раздевардил и убил ту же Лину. Да, сейчас спалили крипы, что здесь был вард. Сентри вард. Ну, видим, что больше упор идет на Урсу. Как я и сказал, они играют через одного кэрри, через одного кора. Инвокер здесь больше такой как бы бафующий Урсу. Его задача задизейблить, дать санстрайк вовремя, повешать Алакальти. Ну, думаю, что ближайшие 2-3 минуты игры будет все спокойно. Никто никого не должен убивать. Если только саппорты Рейдент не стянутся в мидл и не выйдут на какую-то Лину. У Лины я напоминаю 295 мусспида. И как мы видим, она собирает фаспорты. Линиями свалку. Да. Но это тоже не лучшее решение, потому что как бы тот же Лансер тоже ничего не делает кентавру. Может, он тут хотя бы будет фармить. Вот Даззл, Даззл довольно противный герой против кентавра. У кентавра, как это ни странно, очень мало армора. Первый Даззл напоминает это физически урок умирает. Я как всегда пропустил ФБ. Что-то не очень стоится на линиях. Знаю, они как будто не знали, что против рейдин продолжают давить свою линию, делают отводы. Хускар очень много упускает. Вначале было нелегко, а сейчас еще и вот это. Ой-ой-ой, а почему не дал второй? Странно. Даззл мог умереть, мне кажется. Хватило бы урона. А может быть, и не хватило. Так, очень тяжело линии на миде против инвокера с его форжом. Ну, если будет экшен какой-то, он будет... Канг собирается на мид. Смотрим, что происходит. поздно, потому что урона хватит. Хорошо. Лина до сих пор без тапка. У нее 290 мус-пида, я напоминаю. То есть, это четвертая минута, она до сих пор стоит просто... Никаких вардов, мус-пида нет, эскейпа нет. Я не понимаю, чего хотят саппорты вражеской команды, потому что они пытаются побеситить Хускара, который и так ничего не получает. Лансер 18-4. Думаю, им стоило продолжать играть через того же Хускара, вместо Лансера взять какого-то Магнуса, я не знаю. То есть, через Триплу играть. Мне кажется, Хускар и какие-то два саппорта намного лучше бы отстояли линию против того же Кентавра. Пауза. Ну, некому отжать, видимо. Вот, 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 видимо, кто-то отжал. Ну, мы видим, это опытный игрок, он понимает, что паузы ставятся только глупцами. Я не знаю, как это описать, но сомневаюсь, что у них есть какая-то уважительная причина, чтобы ставить паузу, потому что, ну, блин, типа, как по мне, типа, всякие причины а-ля интернета или там полагала, не работает. Так, что, Александр, что бы вы хотели отметить в игре обоих команд? Обеих. Александр? Александр? Александр, видимо, не может сейчас говорить. Так, здравствуйте, Александр. Что бы вы хотели отметить в игре обеих команд? Не знаю. Фармит. Фармит. Ну, преимущество пока у Света. Просто в салат перефармливает инвокер. Это довольно странно, потому что на Лине намного проще стоять против того же инвокера. Лина, это один из героев, которые очень хорошо стоят. Они просто спамят своим первым, уничтожают этого фаржа. Ну, в этом очень большая вина саппортов Дайер, потому что они ни разу не приходили в миддл. Огр не обновлял варды той же линии. Возможно, возможно, того, тот ганг в смоках на Лину можно было задоджить задоджить Дайер, если бы был вард или какой-то сейф-тп от Огра. Временем кентавр агрессировал миску стану. Кентавр. Ну, кентавра все довольно неплохо. Шестой уровень. Будет довольно средний такой тайминговый блинг, если сейчас он уйдет в леса. Правда, если он уйдет в лес, спушится линия, у лансера все совсем плохо. Кускара тоже не очень много денег. Вообще, очень небогатая команда. Думаю, стоит выйти в смоках и забрать рошана под каким-то аллакрити с форжом, с урсой. Видимо, ждут Владимира на урсе и планируют, чтобы урса сама забрала рошана. Просто забери они рошана, они смогут очень быстро снести мидл с этой урсой. Потом стянуться на низ и дать дофармить даггера кентавру. Вот как раз таки отсюда и появится даггер, потому что поломают вышки, заберут рошана. Это все деньги, все эти деньги нужны кентавру. Кентавр стоял не на столько уж и легкую линию, чтобы иметь фаст-блинк. да, забрали вышку. Рисует кентавр область, где возможно могут быть врагов варды и где им нужны варды, чтобы видеть куда перемещается даззл с лансером. Не видят обе команды руну дабл дэмэджа. Обоим командам она очень сильно поможет собрать рошана. Мы знаем... Сейчас видит руну. Как мы знаем у обоих команд очень хороший потенциал забирать рошана. Что кускар 100 урса очень любят раннего рошана. Но решили отдать линию руну. Все-таки хотят спушить вышку. сейчас если поймают огра это будет да видели видели вард сейчас скорее всего задивардят ухо ой времени заблочили крипы очень сильно подставляется лина не везет инвокеру и лина уходит. А что же раньше не ультанул то кентавр? Я наверное пропустил возможно не было кентавра ультимейта но ультани он раньше лина бы точно умерла потому что буквально одной тычки не хватило инвокеру чтобы добить лину. Видим по нетворсу лидирует урса урса с самого начала играет фармит наверное дождутся ультимейта от кентавра и потом пойдут уже через урсу забирать рошана потому что без ульта кентавра довольно рискованно заходить в рошпит против дазла хускара дазла увесывает ульты очень сложно потом драться у дайр все бьют с руки у всех урон физически ну кроме огра но гормаку выступает больше в роли дизайвера какого-то да как я и говорил и так всю игру будет просто очень тяжело дазлу в такой игре есть риск самому умилеть попытаюсь если он попытается подсейвить потому что пока нет никаких глимеров форсов чтобы аккуратно сейвить выживать видел вард огар скорее всего видели радиант как огар ставят да в меньшинстве дерутся дайр эта ошибка будет стоить им рошана и скорее всего вышки в мидле которая вот-вот упадет тем временем Лина толкает ботом ай какая ошибка хотя возможно пытается стянуть под инвокера сейчас шрайн кончится далеко далеко лезет козвокер но все-таки убивает хускара отличная руна для инвокера за счет котла постоянно реген постоянно половая мана радиант за счет чего они могут пушить впоследствии будет аганим у котла и можно вообще будет просто не отходить от от вышек инвокер будет пушить через алакрити интересно будут ли они покупать доминатор хотя бы один котл или венга потому что катапульта под алакрити сносит вышку буквально там за считанные щекунды это просто щекунды щекунды ты видел что делает этот инвокер с алакрити и катапультой это просто я один раз посмотрел т2 упала за 4 секунды просто от катапульты от мной под алакрити представь что будет с т3 если эта катапульта будет под бафом венги и алакрити множитель 400 нормально 115 урона господи эта катапульта это будет просто нечто со своей скоростью атаки это под алакрити будет жду не дождусь очень жду как после возможно салар креста сразу же доминатор на котле нет вообще хочется на котле потому что у котла после аганима будет очень много денег но скорее всего на винге опять забирают хускара шансов подставляется хускар даззл был далеко как и огар но я говорил просто безидейный пик а как еще играть то есть фармить негде по одному они ходить не могут если лина остается без саппортов ее убивают остается лайнсер без саппортов его убивают остается хускар без саппортов его убивают единственный эскейп из их героев это дупельгангер и то он его не спасает потому что есть ульт кентавра есть сваппинги сразу же после дупельгангера его будут ловить я бы даже рассматривал пик если они не хотели пикать какого-то тайтхантера или магнуса знаешь кого пака потому что довольно сложно его ловить и очень тяжело играть таким героем как кентавр и урса против пака потому что рвать дримкойл они не хотят и поэтому им они будут стоять и я не знаю я пытаюсь я пытаюсь придумать реализацию их хускара но кроме того что они могут забрать рошана и выйти в мид вначале не знаю изначально у дая провальный пик поначалу довольно интересно смотрелись хускар и дазл но огармак он это было начало конца даже войд неплохо смотрелся хоть какой-то стан ойти потому что нет никакого ойти нету просто никакого убили венгу вразмен на двух коров блин чай чай надо на лице ходить не слышно как я пью чай ты щас сделал все нормально он холодный чай просто знаешь бывает когда у тебя засохло горло и чай уже давно остыл да холодный чай пьешь он такой насыщенный но и при этом холодный ты любишь холодный чай не знаю я редко когда не допивал чай а специально остальные остальные тепловые ну знаешь как в аниме у тебя там прям такой так это термос который не электрический холодильник и там полный чая отменяюсь сразу просто я проснулся часов 6 назад и по времени у меня сейчас обед то есть моих часах моем организме сейчас обед вот я и ем кто не смотрит трансляцию проверял да были вроде зрителей одного человека точно видел в чате и вначале еще осет писал кажется сейчас посмотрим один человек смолен так сейчас интересности надеюсь не мигкует но это на запись больше рассчитанных как такой ролик на youtube хайлайте так ладно мне нравится перри фарм команды цвета на 18 да неплохо не знаю можно посмотреть байбеки если байбеки у команд где-то состояние байбека да видим что у всех коров радиант есть байбеки у дайер лишь у лансера и лины то есть если они убьют хускара то хускар уже точно не вернется странно что они не пишут гг я не знаю бо3 ли это или было 1 потому что если это было 3 логично написать сейчас гг и уже попытаться придумать новый пик если не по скилу то хотя бы может переиграть идеи какой то потому что реально это же видно даже ты заметил наверное то есть то просто было с самого начала по линиям проиграли то есть все линии были выиграны то есть ни одна линия не была выиграна у дайер даже она не была ровная ну возможно кентавр чуть-чуть просел слегка но ему тяжело против двух рейнджей стоять отличный стан по троим туда сразу задувает котл выкиливает буквально все здоровье где-то умер инвокер соло от кускара полтора полторы тысячи отлично найс файд рекап файд рекап нажимай файд рекап почему-то не показывает инвокера нам а вот отлично это просто так тысяча ну примерно где-то 1900 золота отдал инвокер сейчас и почти две тысячи экспы тоже видим что почти весь урон очень очень много нанес ультимейт узкара видимо попал ультимейтом инвокером возможно не было маны не знаю не знаю как умер инвокер может у него залагало потому что давайте подоблюдаем за каким-нибудь не знаю думаю что весь экшен сейчас сосредоточится вокруг урса с кускаром ой вокруг урса с инвокером поэтому давайте наблюдать поначалу понаблюдаем за кентавром как он станицирует а потом переключимся на урсу давайте посмотрим что делает кентавр отличный стан все грамотно по таймингу грамотно сейчас будет сырный рашан ну как это аниме до сыр на бак к нас ну ближайшие 60 секунд ничего не будет от лица кентавра поэтому посмотрим за логер а я пока отойду за чай так я тут комментатор здесь что там было я тоже отводил подошел будем ждать вторую карту надеюсь что и на третью сегодня наверное будет много доты нет плакать эти бочка записываешь а трансляции никогда не ну ну не у меня не лагает но я очень ясно вижу спок процесса напрягается чаще всего это из-за этого так